Дом творчества детей и множества. Одна из наиболее крупных наших организаций, 1750 детей, 47 дополнительных общеобразовательных учебных программ, реализует художественной, социально-педагогической, технической направленности, является базовой площадкой Карельского института развития образования по направлению интеграции основного и дополнительного образования. Детская школа искусств реализует одну дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного искусства живопись. И в мае первые 9 учеников успешно сдали экзамены и получили свидетельство об окончании художественного отделения по предпрофессиональной программе. С этого года 38 юных музыкантов будут заниматься по предпрофессиональным программам. И в школе реализуется также 79 общеразвивающих программ. Отраны, что выпускники школы поступают в профильные учебные заведения. Поскольку у нас сегодня запланировано выступление Ирины Викторовны по работе с одаренными детьми, я думаю, она становится более подробно. Республиканской стипендии детям за особые успехи в интеллектуальной, художественной, творческой и спортивной общественной деятельности отмечены четверо обучающихся в муниципальных образователях нашего района. В номинации «Спортивная деятельность» это Абрамова Екатерина, детско-юношеская спортивная школа номер 2, Лобанов Дмитрий, обучающая школы номер 3, в номинации «Интеллектуальная и научно-техническая деятельность» Касьяна Ванна, обучающая школы номер 8, в номинации «Социально значимая общественная деятельность» Ковалев Богдан, учащаяся школы номер 1 и воспитанник Дома творчества детей и юношества. Отрадно, что среди 15 победителей знака «Молодец» есть также представитель нашего Кандапурского района, это Амварова Алина Станиславовна, педагог дополнительного образования Кандапурского Дома творчества детей и юношества, руководитель молодежного детского объединения «Овсянка». Проблемами муниципальной системы дополнительного образования является в первую очередь недостаточное бюджетное финансирование деятельности учреждений, которое не позволяет в полной мере организовать работу с одаренными детьми, привлекать в учреждения дополнительного образования детей с особыми потребностями, находящиеся в трудножизненной ситуации, остро ощущается нехватка оборудования и инвентаря, финансирование участия в мероприятиях и приобретении инвентаря осуществляется в большинстве случаев за счет небюджетных средств, и также остро встают вопросы медицинского обслуживания и спортивных соревнований, поскольку специалистов данного профиля в спортивных школах нет. Приоритетными направлениями для системы дополнительного образования являются реализация программ спортивной направленности на базе детско-юношеской спортивной школы, развитие технического творчества детей, расширение спектра программ естественно-научной направленности, повышение доступности дополнительного образования. Организация отдыха и оздоровления детей является важнейшей составляющей социального благополучия района. На организацию отдыха в 2018 году было направлено более 1 миллиона 800 тысяч рублей, из бюджета Кондопорского муниципального района это 364 тысячи рублей, что позволило организовать на территории района проведение одного лагеря дневного пребывания, шести специализированных профильных лагерей с общим охватом 596 детей. И в осенний период будут работать еще три лагеря. Образовательными учреждениями района широко использовалась малозатратная форма отдыха, было проведено 40 мероприятий, таких как экскурсии, площадки, клубы, творческие школы, квесты и так далее. Охват детей состоял в 665 детей. Особое внимание уделялось при организации отдыха и занятости детей, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, подростки, которые состоят на учете в органах внутренних дел, в учреждениях социального обслуживания для детей, нуждающихся в социальной реабилитации. В целях формирования кадрового потенциала работала комиссия по распределению целевых мест и по целевому приему выпускников. Было рассмотрено 12 заявлений на выделение целевых направлений. По итогам приемной карпании три выпускника были приняты на обучение по образовательным программам в рамках целевого приема, и два выпускника поступили по педагогическим специальностям на педагогическое образование с двумя прошлыми. Английский язык и немецкий язык, и подготовка русский язык и литература. В 2018 году два молодых специалиста Кондопорского района, которые отработали полный 2017-2017 учебный год в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, получат одновременную компенсацию. В 2017-2018 учебном году в наградной комиссии отдела образования было рассмотрено 13 наградных материалов. Достижения работников муниципальной системы отмечены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Три работника награждены почетным званием почетный работник сферы образования, семь педагогических работников почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, почетными грамотами Министерства образования награждены 12 работников. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кондопорского муниципального района координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики. Межведомственное взаимодействие осуществляется в соответствии с Федеральным законом номер 120 об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. На территории района утверждены комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних на 2018 год. На заседаниях комиссии рассматриваются административные протоколы в отношении родителей, которые не исполняют или надлежащим образом исполняют свои обязанности. Таких рассмотрено за первые полугодия 2018 года в 148, а также в отношении несовершеннолетних рассмотрено 45 дел. Комиссия координирует проведение индивидуальной профилактической работы органов по учреждению системы профилактики. Решение комиссии обязательное для исполнения всеми субъектами профилактики. В 2018 году в 3-4 квартале запланированы отчеты образовательных организаций по проведению индивидуальной профилактической работы с подростками, которые повторно совершили противоправные деяния в период проведения с ними индивидуальной профилактической работы. К сожалению, не во всех учебных заведениях профилактическая работа с несовершеннолетними проводится надлежащим образом. Выявляются факты на заседании комиссии, когда предоставляется классными руководителями недостоверная информация. Требует совершенствования работы классных руководителей совместно с социальными педагогами. Трудно говорить о комплексном и индивидуальном подходе к работе с такой категорией детей и положительном исходе, если педагоги, классные руководители не в достаточной мере знают условия проживания семьи своих учащихся. Зачастую индивидуальная профилактическая работа с трудными подростками сводится к проведению бесед, которые, к сожалению, не дают положительного результата. Поэтому при проведении индивидуальной профилактической работы необходимо тесное взаимодействие классного руководителя, социального педагога, психолога школы, инспектора ПДР, который курирует школы. При необходимости привлекаются специалисты Центра помощи детям, отделы опеки администрации Кондопорского муниципального района. На учете в Комиссии по делам несовершеннолетних состоит 45 несовершеннолетних правонарушителя и 68 семей, которые признаны находящиеся в социально опасном положении. Если в 2017 году отмечалось снижение подростковой преступности по Кондопорскому району на 42%, то за первое полугодие 2018 года наоборот отмечен рост с 5 до 9 преступлений. Большая часть преступлений, совершаемых несовершеннолетними, составляет преступления имущества на характере до кражи. Угоны 13 несовершеннолетних стали участниками преступлений, все они являются учащимися в наших образовательных организациях города Кондопорск и района. Достаточно высоким остается число зарегистрированных преступлений, которые совершаются в отношении самих несовершеннолетних. В 2018 году таких зарегистрировано уже 17, из них 7 сопряжено с насильственными действиями, в том числе и 4 сексуального характера. И 10 преступлений это когда родители не уплачивают алименты своим детям. Участились случаи совершения несовершеннолетнего мелких хищений из магазинов. Подростки крадут алкогольную, спиртосодержащую продукцию сладостей. Руководителям школ следует еще раз обратить внимание на данную проблему при проведении бесед с подростками на родительских собраниях. Сделать акцент на данном виде правонарушения. Приглашать на родительские собрания спектров ПДН, секретаря комиссии по телам несовершеннолетних, работников прокуратуры и полиции. Единые дни профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проходят дважды в год. Трудовая адаптация является одной из мер профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. В период каникулы свободное от учебы время организация трудоустройства несовершеннолетних проводится при совместной работе комиссии по делам несовершеннолетних и центра занятости населения. За счет средств, выделенных из бюджета Кандапорского муниципального района, в июне 2018 года была организована ученическая бригада на базе школы номер 3. К ней трудились 19 учащихся со всех школ города. Всего в 2018 году комиссии было трудоустроено 35 человек, а за летний период 54 подростка. Подростки работали в Кандапорской ЦРБ, ЗАО и Мишполя, ОАО Кондапога, ОАО Калелли Странс и в 3-й школе ученической бригаде. Мне хотелось бы выразить слова благодарности всем руководителям предприятий, которые откликаются на нашу просьбу о трудоустройстве подростков, поскольку заявлений поступает очень много. И надеемся, что в следующем году у нас этот показатель будет выше. Уважаемые коллеги, в преддверии нового учебного года я хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья, благополучия, терпения, оптимизма, благодарных учеников и реализации ваших творческих планов. Спасибо вам за работу.